И как я вижу эту задачу, множество сейчас, множество команд, компаний делают эти продукты и думают об этом. Я думаю, что, возможно, пошли исправить, что наша задача собрать максимально репрезентативные и полезные данные. Я бы хотел, я полагаю, что это соглашение уже подписано, чтобы мы сделали лабораторию тех людей, которые бы вы смогли хотя бы направить как, ну, хотя бы философски правильно собрать эти данные. Смотрите, для каждой цели данные будут собираться свои и под свои задачи. К сожалению, бывают универсальные базы данных, которые универсальны под любой задачей. Но можно подобрать правила, чтобы данные были не бесполезными в общий раз. Все, что касается полей, да, во-первых, в России много научных групп, мы не едины. Вот не надо думать, что Славдяк единственный. Честно, в России есть и региональные центры, и прочее, которые занимаются тем же. Какой-нибудь там Роскосмос может в анализе, там, дешеврование космических снегов космических перененаций. Будем честно. Другая проблема, что госструктура и госуниверситеты не всегда быстро реагируют на индустрию, и не всегда действительно вам готовы сделать кастомизированный под вас продукт. Если вдруг кому-то в области Сельхозкин интересны миры в области точного земледелия, именно анализа почеса ранее под данных, мы рады посотрудничать. Но мы не единственные. Ну, то есть, как бы, глупо говорить, что мы единственные, кто это делал. Нет. Ну, вот эти классные. Ну, да, мы любим. И еще, смотрите, по техрайдеру. Есть ли какое-то понимание минимального техрайдера для того, чтобы работать в одном, скажем, рабочем окружении, да? Да, я правда. Чтобы данные были собраны и под обычными для вас средствами. Да, у нас мы лопаточкой пока копаем, и число. Поле. Вот я вчера обсуждала с Павловиц, у нас есть там стандартная история про мобилированную урожайность. Это даже не про датчики, это просто про сопоставленные с разными источниками, правильное данное поле, и мы выходим, реально лопаточкой копаем в разрез. Реально набираем почву, с больной лопаточкой. Да, на глубине. До метра копаем. Но, к сожалению, пока в России, почему нам пришлось лопатой копать? В России нет открытой базы данных о состоянии почвы. Все местные университеты вам расскажут. Вот мы знаем, какие у нас типы почв везде, есть адвес почв в России, мы его разрешили. 36-го года? Нет, он есть. В 2018-го. На этот факультет почетного оборота уже 68 миллионов рублей в деле. Почему я раскладываю данные? Нет, я просила коллега, честно сказали, что погрешность границы между разных типами почв плюс минус 50 километров. Если вас это устраивает... Коллеги, приезжайте в Татарстан, в Казани, в КФУ, на кафедре почвоведения. Куча открытых людей, куча открытых данных, которые призывают в сотрудничество. Я надеюсь, потому что изначально, в МО, начиналось в Татарстан, но когда вы ожидаете исходник, где был разрез ЧПСК, и где были реальные данные, начинаются сказки, что все сгорело. Да, то есть, на самом деле, когда... Мы вас с докучайкой, кстати. Ребята, да, с докучайки, и прочее, когда брали, на самом деле, вот тут же самое за два почвы и изучали. Там мы бы, вот, допустим, да, вот Серафим, который вчера добрался, прикручивать там систему, как на каждый образец приклеить на все метку. Чтобы она точно не потеряла. Но не потом в гостинице сидя из блокнота промокшего переписывать там чего-то, и чтобы эта метка точно была на том, как GPS-ом прикрутить в приложении конкретно вот это место, где это брали, и все это накапливать. Только тогда это все смысленно. Тогда это просто там мешок земли, где-то свалили его в кладу. Очень много погрешностей. Ну вот и лучший пример, что мы когда копали в Курской области два года назад, мы в своей лаборатории, знаешь, там свои 20 опросов сложно потерять, но все и данные агрохимии. Были данные местные агрохимисслужбы, которые обещали, которые в каждом регионе, что они очень, они все копали, они лучше все это знают. Они с профессионалами? Ну, примерно с три раза рождествия в тех же точках одновременно отбирали. Ну поговорите, потому что они, вы знаете, публиковали результаты исследования о степени готовности почв. Ну вот, экологическое земледелие, да, то есть какие почвы совсем не длитые, какие еще? На самом деле, все очень много было вложено цифровое паттастанство. Конечно, нет, я не понимаю, это просто вот с московскими, несмотря на то, что они коллективные специалисты, мне очень помогают, и там оборудование там валяются, если что, что-то делают. Когда зашел разговор, да, эти как раз исходники, цифры, цифры, цельские таблички, эти даты протоколы, никто не мог. Ну, знаете, насчет команды физиков занимаются, там, понятно, что очень активно используют бестологию, я думаю, с ними можно договориться. Нет, этого с радостью, но все, что касается бестологии, как-то немного не по мне, это аэрн-экборсис, но вы с радостью. На самом деле, полезная тема, знаете, какая-то важная, может быть, какая-то...